Я забыл вам представить свою дочь Ее зовут Теона Это грузинское имя Означающее богиня Также есть европейский и американский аналог Феона Нам очень понравилось это имя Когда мы были еще в Грузии И так как дочь наша начала свою жизнь еще там Мы подумали, что это будет очень символично Она аргентинка с грузинским именем и русскими корнями Круто же Мы приехали в больницу получать свидетельство о рождении Для этого нужно прийти с официальным переводчиком Есть официальные русскоговорящие переводчики с русского на испанский И официальные переводчики с английского на испанский Ну и чтобы вы понимали Русский переводчик стоит 100 баксов Это за 15 минут времени В то же время английский переводчик стоит 17 долларов Представляете, как русские зарабатывают на своих земляках Мне это прямо очень не нравится, очень не близко А еще мы когда с Дашей выбирали квартиру Мы столкнулись примерно с тем же Что помимо агентской комиссии, которая берет управляющая компания С нас русские посредники Брали плюс 200-300 долларов своей комиссии И еще при этом были даже платные просмотры Представляете, это вообще какая-то дичь Поэтому если вы хотите арендовать квартиру, студию или дом Будь то вы уже в Аргентине или еще нет Может быть вам нужен трансфер Обращайтесь в restata.com Либо на наш телеграм-канал И мы сделаем это все без вот этой вот жести И дополнительных комиссий Потому что у нас напрямую партнерские отношения С управляющими компаниями, с местными Добро пожаловать! Ребята, сегодня мы решили посетить фестиваль еды Фестиваль проводится на ипподроме в Буэнос-Айресе Сегодня обещают блюда разных кухонь мира От жареного мяса до японских суши Пойдем посмотрим, что там Ну и конечно пообедаем Потому что мы сегодня прям заранее подумали об этом И решили спланировать свой день так, чтобы обедать здесь на фестивале Наверное нам повезло, что за нами приехала большая машина Кроссовер Потому что вот ходовую от коляски мы загрузили туда А люльку мы загрузили сюда Теона у Даши на руках А я с рюкзаком Вот В целом Это наши первые выезды Поэтому все в новинку Пока учимся как жить Да, господа, наверное это мой рай Такого красивого мяса ароматного В таких масштабах я вообще давно не видел При том, что сегодня еще пятница Не так много народу И кажется даже, что как-то свободно Вообще классно просто Мне уже очень нравится Какая тут бытошная, красивая Смотрите Мясо прямо вот Прямо над огнем В дыму Коптится Как же это красиво выглядит Я наверное Соблазнюсь Возьму чего-нибудь На фестивале Мы встретили Артема с женой Это тот самый Артем С кем мы ходили на концерт Когда слушали музыку Green Day Они тут живут рядом И мы решили пересечься И ничто так не объединяет Как совместная еда Вот В общем Всего набрали Идем есть Ну что Прекрасный фестиваль Прекрасный выбор Не так много народу И в целом Отлично провели время И пообщались Посидели с Артемом С его женой Леной Вот В общем Все было здорово Господа Приехал сейчас Гоша Потому что ему Требуется Мужская физическая помощь Гоша На Новый год Уезжает в Грузию И Надо помочь ему тут вещи Раскидать Вот И пока Он будет в Грузии Собственно Он захотел Оставить мне мотоцикл Ну вы видели Он мне тогда Доверенность сделал Вот Но тут еще Кое-какие новости От Гоши Есть Он все сейчас расскажет Ну Рассказывай Что у тебя случилось Рассказываю В общем Сначала у меня было приключение С гаражной дверью Которую Соседка Въехала Там большая стеклянная дверь Саша наверное показывал И Воротами нельзя было Пользоваться неделю Но Их починили Механизм был все еще сломан Поставили щеколду Щеколдой можно было Пользоваться Я ей пользовался Выезжал Заезжал И потом меня сосед попросил Чтобы Ну поскольку двери сломаны Чтобы Ставить байк на улице Я живу в принципе В хорошем районе Буэнос-Айреса Я до этого Здесь жил полгода Там на соседней улице И мотик у меня все это время Стоял около Прямо около подъезда Под камерами Там консьерж работает внизу Вот И абсолютно спокойно Все было хорошо Полгода Поэтому я подумал Ну ладно Я здесь тоже попаркую мотик Около своего подъезда В итоге воскресенье Я Утром выхожу Мне надо было ехать В соседний город Я сажусь Составляю ключ в зажигание Там три положения Вкл Выкл И заблокированный руль Смотрю Что-то у меня Личинка Тяжело проворачивается Ну начинаю Как бы ладно Я ее проверну Все загорается Все хорошо Мотик заводится Снял Этот Цепочку Которая у меня Пристегивается Переднее колесо Вот Начинаю трогаться И смотрю А у меня углы руля другие А дальше все было Как в бразильских видео Как ломают просто замок На руле Вот так вот Одной ногой Вот Они сделаны из дюрулюминия Из полной херни Поэтому мне на мой теки Сломали замок Рулевой Видимо Они не заметили Или как-то Пролюбили момент Того что была еще цепочка Вот В общем Вот такая ситуация Аргентинская Вот Из первых уст Так что да В Аргентине Лучше технику хранить Где-нибудь на подземке То есть у тебя сейчас Ну не блокируется Руль Правильно? Руль не блокируется Да Капец Вот так вот Добро пожаловать Не на самом деле Все позитивно Все хорошо Просто Ну это был Маленький звоночек О том что Нужно быть более Внимательным И Слава богу Что все обошлось Что мотик у меня Не угнали Может быть Их спугнули Потому что Опять же У меня вот На моей улице Здесь госпиталь И рядом с госпиталем Всегда дежурит полиция Я собственно Почему и парковал его И рядом с моим мотиком Стоит еще один Вот Я как-то так Ну спокойно К этому отнесся Что Ожидаю Что все будет хорошо Вот Ну видимо Грабители спугнули Мотик на месте Вот Ну Ладно Личинку починим Замок сжигания Этого А он же застрахован У тебя еще? Да Он меня еще застрахован Тем не менее Все равно неприятно Ну да Это была бы просто Неприятная история Да Вот вам ребята Из первых уст Обидно Ну Нет Обидно Хорошо что Хотя бы так закончилось Что мотоцикл При Гоше Ну в общем Понятно У Гоши сегодня Последний вечер В Буэнос-Айресе Перед его отъездом В Грузию В Грузии он встретит Новый год И приедет назад В конце января То есть мы не увидимся Полтора месяца Сегодня Мы собрались У меня Провожаем его Девчата С нами Чуть-чуть Посидели Так сказать Познакомились С Теоной Пообщались Чуть-чуть С Дашей И Девчата ушли спать А мы с Гошей Сидим на балконе Перебираем Разные истории Стихи Композиции Группы Музыку Общаемся на Реально Какие-то Интересные темы Я даже Понимаю Вот сейчас Что я буду Прям скучать По нему Ну Полтора месяца И он вернется Мы пообщаемся Снова хорошо А сейчас А сейчас Можно просто Посидеть на балконе С видом на Ночной Буэнос-Айрс Пой же Пой на проклятой гитаре Пальцы пляшут Твои в полукруг Позабыться бы В этом угаре Мой последний Единственный друг Не гляди на ее запястье И с плечей ее Льющийся шелк Я искал В этой женщине счастье А нечаянно Гибель нашел Я не знал Что любовь зараза Я не знал Что любовь с ума Подошла И прищуренным глазом Хулигана Свела с ума Пой, мой друг Напивай мне снова Нашу прежнюю Буйную рань Пусть целует она Другого Молодая Красивая Дрянь Ах, постой Я ее Не ругаю Ах, постой Я ее не кляну Дай тебе Про себя я сыграю Подбасовываю Эту струну Льется дни Моих розовых купол Сердце снов Золотых с ума Много Девушек Я Перещупал Много Женщину в углу Прижимал Да Есть горькая правда Земли Подсмотрел я Ребяческим оком Лижут В очередь Кобели Истекающую Суку С оком Так чего же Ее Так чего же Мне ее ревновать Так чего же Мне Так чего же Мне ее ревновать Так чего же Мне болеть Такому Наша жизнь Просто не Ада кровать Наша жизнь Поцелуй Да вомут Пой же Пой В роковом Размахе Наш Этих рук Роковая беда Только знаешь Пошли их Нахер. Не умру я, мой друг. Никогда. Не подводи у меня. Есть, друг, хорошо. Саш, вози тоже аккуратно. Вот так идет ритуал передачи мотоцикла. Ближайшие полтора месяца я буду на нем изучать город. Ох, покатаюсь. Ребят, ну а так как Гоша дал мне мотоцикл на ближайшие полтора месяца, ну, не будем терять времени. Поедем смотреть Буэнос-Айрес. Я уже с шлемом. Вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господа, это, конечно, такой кайф, как в старые добрые времена прокатиться с ветерком. Вообще, приятные забытые ощущения. Я просто выехал и по прямой поехал по Либертадору, доехал до пригорода, до какого-то. Ой, так классно. Там уже другая архитектура, другие виды. Заехал на какой-то пляж, посмотрел. Ну, в общем, мне понравилось. Мы, тем временем, освоились наши гуляния с коляской. Все, это уже частая наша процедура. Мы куда-нибудь выходим. В общем, пусть ребенок наслаждается свежим воздухом. Дома очень жарко. Ну, если кондер не включать. Но мы включаем. Но все равно там, где ребенок, не включаем, чтобы не простыло. Соответственно, там очень жарко. Вот, в общем, вечерняя прогулка у нас. Кстати говоря, сегодня у нас праздник. У нас сегодня с Дашей 5 лет со дня нашей свадьбы. Вот, в 2018 году, в декабре, мы поженились. Что, Даша, как пролетело время? Да, вообще, капец. Время летит неумолимо. Вот уже и ребенок. Да, да, кстати, такой вот подарок нам свыше на пятилетие нашей свадьбы. Интересные были 5 лет? Очень. Безумно. Особенно последний год. Это был какой-то дичайший. Дичайшие перемены в этом году. У меня так вообще. Ну, да, у Даши большие перемены в этом году были. Рад за тебя. У тебя они начались в прошлом году, а у меня в этом году все случилось. Ну, ладно. У нас... Будешь спорить? Да, у нас одна семья и перемены наши общие. Вот. В честь того, что у нас сегодня праздник, пойдем, наверное, возьмем... О, в который я не ем. Да, Даша, кстати, не ест рис, поэтому роллы в том числе мимо нее. Ну, Даши возьмем чуть другое вкусненькое, а я буду есть роллы. В конце концов, сегодня особенный день. Кстати, могу вам показать пару фоточек с пятилетней давности, с этого чудесного дня. Там был очень узкий круг людей. Ну, и очень, так, можно сказать, камерно, но очень весело отметили этот день. Он всегда останется в сердечке. У меня сегодня день, когда надо приводить все в порядок. Сперва у нас засолилась раковина. Я вызвал нашего управляющего. Он пришел с вантузом. И как там, даванул, что все прочистилось, все хорошо. Буквально две минуты с таким прекрасным инструментом вантузом. Все прям заработало. Плюс, я сегодня отдал Гошин мотоцикл в ремонт. Хочется, чтобы его починили, и замок зажигания снова работал как надо. Но не все так просто. Замок зажигания починили, зато намудрили что-то с сигналкой. Теперь не включается сигналка. В общем, я скажу так. Какие только отмазки не придумывали механики. Что у меня батарейка села в пульте. Я говорю, ребят, вот она. Нажимаешь на пульт, там пульт мигает. А мотоцикл нет. Мол, этого сигнала, батарейки уже не хватает на то, чтобы... Я говорю, блин, что вы придумываете? Она сегодня с утра прекрасно работала. В общем, они вот одно да другое, но все хорошо. Я говорю, да нет, ребят, сделайте как было просто. Вот нажимаешь на сигналку, вкл, оно мигает. Выключаешь, мотоцикл тоже мигает. А еще нужно, чтобы когда его двигают или трясут, чтобы он мигал и гудел при этом. Вот. Ну, в общем, сказали, что сегодня не успеют они с этим разобраться. И оставил я мотоцикл у них до завтра. Вот. Надеюсь, все у них получится. Вот. Но хотя бы такую базовую вещь исправят. Ну, а блокировку руля, которую Гоша сломали, это потом уже Гоша будет делать. Там она заказывает деталь. Она довольно дорогая, как сказали. Но, правда, не сказали, сколько стоим. Вот. В общем, это уже потом Гоша сам займется. Но хотя бы в этом я ему чуть-чуть помогу. Вот. После этого я еще сел помонтировать вам видео, потому что скоро выходные, и надо опять что-то выпускать, показывать вам. А для этого надо опять время. Поэтому, ребята, поддержите меня в этом вопросе. Пробейте лайк внизу, пожалуйста, и какой-нибудь хороший, мотивирующий комментарий от вас. Потому что, честно сказать, очень мало времени на все. Очень много дел, очень мало времени. Ну и часик хотя бы надо погулять с семьей. Да, семья? Да, семья. О. Я же вам говорил, что Аргентина очень похожа не только на Европу, но и на США. Ну и, конечно, знаете эти тачки латиносов. Вот, одна из них. Да, по крайней мере, это что-то такое самобытное, уникальное, чего практически нигде не встретишь. Это отличительная черта Латинской Америки. Ну что, Теона Александровна, получилось свидетельство о рождении. Поедем сейчас подавать документы на местный паспорт. Дней через 20 он будет готов, но, тем не менее, это ее первый документ. Поздравляю, малышка! Ну что, буквально за каких-то минут 15 мы провернули всю эту процедуру с оформлением ДНИ для ребенка. ДНИ это местный типа ID, внутренний документ. И плюс мы заказали заграничный паспорт. ДНИ бесплатный, загранпаспорт, 15 тысяч местных денег, ну то есть примерно 1500 рублей или 15 долларов. Все, все сделали через 15-20 дней нам по почте пришлют. Так что вот уже еще чуть-чуть и малышка будет аргентинка. Она уже аргентинка, в принципе, но будет с паспортом. По мотоциклу мне позвонили, сказали, можно приходить забирать. Посмотрим, в общем, что они там сделали. Надеюсь, я не витрящуся, трачу время. И все готово, действительно. Все нормально работает, сигналку сделали, поеду прокачусь. Ребята, у нас сегодня интересный день. Мы решили наконец-то посетить японский сад, в который хотели сходить очень давно. Хотели бы мы это сделать еще три недели назад, но была огромная очередь, поэтому мы это дело отложили. Но пошли сегодня. Кстати говоря, пошли мы не одни, а у нас встреча с Дашкиными роженицами, с которыми она лежала в клинике Фернандес. В общем, приятное с полезным совместим. Или приятное с приятным. Как пойдет. два билета каждый по 690 или по 700 местных денег. Это 70 рублей это меньше доллара, 70 центов. Кстати, если бы у нас было ВНЖ, или как ДНИ называется, мы бы прошли сюда бесплатно. Спасибо. Этот японский сад самый большой за пределами Японии. Его открыли в 1967 году во время приезда одного из важных японцев сюда, в Буэнос-Айрес. И здесь соседствуют вместе японские растения и южноамериканские в саду находятся несколько островов, включая тот, на котором я стою, а его соединяют с землей несколько красивых мостов. Ну и вся японская атрибутика, она, конечно же, тоже здесь. Красивые фонарики, арки с такими крышами, маленькие деревья, и вот эта вот уютная атмосфера, она тут чувствуется, конечно, просто на каждом сантиметре этого парка. влажность Ребят, не очень понимая, что именно происходит здесь, но бешеная, бешеная влажность. То ли потому, что мы рядом с рекой и заливом, то ли, не знаю, вот так погода разыгралась. Кстати, здесь в большом пруду в центре парка плавают какие-то японские рыбы, большие, красивые, цветные, поэтому прям, знаете, вот ощущение, что на каждом сантиметре есть жизнь, все растения ухоженные, все рыбы большие и сытые. Редактор субтитров Ну и, конечно, по японской традиции здесь можно загадать желание. Его пишут на такой бумажечке в виде котика, который, видимо, рукой так делает. И загадываешь желание, сюда вешаешь, а ветер потом колышет эти желания. Наверное, одно из них подхватывает и уносит куда-то. В общем, я купила печеньку с желанием и открытку, на которой напишу свое желание и повешу туда. 200 песо. 200 песо оказывается всего лишь нужно, чтобы твое желание исполнилось. Я думал, надо усердно трудиться над исполнением желания, а нет, надо всего лишь 200 песо, 20 рублей на два желания. Красота! Ну что, мы подсматриваем. Да, кто исполнять-то будет? Это же как записка Деда Морозу. Угу. Ну, Саша. Найдешь ее на дереве, придешь отдельно. Также мы нашли в парке домик для чайных церемоний. Конечно же, он закрыт, но, по крайней мере, можно посмотреть, как это все проводилось, как обустроено. И рядом же с этим домиком находится кран, ну, или как это назвать, кран, источник с водой. Честно, ребят, в такую жару это просто невероятно классно подойти и умыться. Просто сейчас очень влажно, нет ветра вообще, и мы просто как в бане. И тут, представляете, родник с холодной водой. Это кайф! Меня приятно удивляет, что аргентинцы настолько любят маленьких детей. Почти каждый заглянет в коляску и умиляется. Какие маленькие, какие классные. Одна женщина даже подошла и такая, извините, позвольте, можно? И просто вот за ножку потрогала Олину дочку и нашу дочку. Типа, уй, какая классненькая, хорошенькая. Вот мимо шла женщина, потрогала наших дочек за ножку и вот пошла дальше. Ну, это же приятно. Это вот такое отношение, оно прям чувствуется. Это какое-то невероятное восхищение, восторг, забота и умиление. В общем, это какое-то особое отношение. Я такого, настолько такого отношения еще нигде не видел. У нас, кстати, довольно такая интересная компания собралась. Ребята вообще классные. Поэтому мы прям ходим с интересом, общаемся. Вы можете подсмотреть, как гуляют молодые мамы. Мы решили завершить нашу прогулку по парку вкусным обедом. Зашли в местный ресторанчик, прямо в парке, японский ресторан. Но что-то нас, если честно, очень смутил прайс. Он x4 от обычной нормальной цены везде. И мы решили поменять место и пойти где-нибудь здесь в округе сесть покушать. Но это место, этот ресторан нас просто так не отпускает, потому что полил просто невероятный дождь. Вот он просто стеной пошел. Поэтому мы ждем и нормально. Нас-то нисколько не расстроило. Сейчас дождемся, пока дождь закончится и пойдем уже обедать. По парку. Парк отличный. Очень понравилось. Очень красиво. Мне очень нравится японская культура, образ жизни и вот такой перфекционизм. И это все отражается вот в этом парке. Все очень лаконично и в то же время очень красиво, уютно, прям шикарно. Вход сюда стоит реально очень дешево. И место просто вот такое. Поэтому в какой-нибудь прекрасный день я вам очень рекомендую обязательно его посетить, если вы будете в Буэнос-Айресе. Это прям вот рекомендацион. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова